всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал fuck you это дневник трейдера мы продолжаем друзья сегодня понедельник у нас первое число всех поздравляю с началом лета весна удачно у нас прошла да и слава богу потому что принесла на нам к понятно что принесла не хочу чтобы видос забанили да на ю тубе а то ю тубчик как-то неоднозначно относится к упоминание этого всего дела так друзьям пол одиннадцатого утра европейская сессия у нас открылась до быстренько сейчас пробежимся посмотрим что у нас здесь произошло вот а как мы видим на корейской но это я говорю корейской на токийской сессии у нас произошло кое-что плюс минус нормальная да у нас так вроде записи все хорошо пробежимся посмотрим по стрелочкам какие прогнозы я давал куда рынок пойдет и куда он пошел и так usd канадец до от уровня 37 557 вниз и так он вниз и слетел вот пока что просто завис у нас 150 пунктов от уровня и не туда и не сюда был был у нас резкий импульс три часа ночи не знаю откуда в три часа ночи мог взяться такой импульс за на 500 пунктов просто какой-то крупный продавец такие сидит в этом инструменте да и затолкали затолкали под уровень даже под два можно так сказать под два уровня затолкали наш инструмент вот здесь мы дошли под второй уровень потом был по открывались ордера у нас да на покупку отложенные которые стояли от уровня до какие-то роботы там которые не спят пока люди спят но все равно потом продавец затолкал причем такими маленькими красивыми барчиками до стопы это все стопики датчик чик стопик тут стопик тут стопик тут и сейчас вот здесь цена пока что приостановилась но наш прогноз был правильным по по канадцу канадец растет доллар слабеет так доллар иена по доллар иене тоже да мы вчера определили что это очень сверх сильный уровень и и скорее всего что от так как мы смотрите как копейка в копейку бились в этот уровень скорее всего от него мы отобьемся вниз им так и произошло мы отбиваемся вниз да причем здесь смотрите как с каким прижатием к уровню как по классике да идет прижатие у нас и пробой уровня происходит да хороший потом у нас идет ретест нашего уровня то есть цена возвращается к уровню и сейчас опять устремилась вниз но на первом ретесте я бы не стал входить на то есть подождем третьего а то и лучше четвертого ретеста этого уровня если он будет тогда возможно будем входить себе здесь на продажу то есть сейчас посмотрим да цена может дойти до низу нашего а тара потом от тара отбиться опять к уровню и потом уже на третьем четвертом ретесте можно будет в иену заходить так австралиец австралиец непонятная была ситуация да накопление энергии шло в диапазоне в этом коридоре да смотрите какое большое тут накопление тут маленькая реализация потом опять тут тоже накопление выход над уровень опять накопление то есть если по факту рассмотреть что вот это все было накопление энергии так большое огромное такое да от уровня до уровня потому что цена не выстреливала куда-то в одну сторону где она еще не была ну вот то по факту вот у нас произошло и сейчас вот был здесь сформирован канальчик и цена уже подошла вышла с этого канала да то есть вот был канал на 200 пунктов цена вышла и в принципе у нас цена формирует на часовике нашу пробойную модель друзья нашу пробойную модель причем как бы с небольшим ну вот видим да наш бар пробойный да вот небольшой всего лишь на 10 старых или на 100 новых пунктов то есть возможно этот уровень будет пробит друзья тем более что как бы ну по идее мы здесь должны входить но но есть один минус этого всего минус заключается в том что мы уже прошли мы уже прошли наш дневной атр да то есть мы прошли если даже взять и атр на продажу до атр у нас 850 пунктов а цена прошла уже 900 вот поэтому она сейчас удачно может как и пойти дальше вверх тоже опять непонятно ситуация по австралийцу она может как и дальше полететь вверх да также может и полететь вниз следующий уровень у нас только через тысячу пунктов давайте посмотрим почему так высоко а высоко так потому что действительно здесь ничего не держит ату аж воды где у нас уровень с какой-то консолидации да это верхний канал вот этой консолидации уровень верхнего канала да причем что он отзеркаливается у нас да это можно считать каким-то уровнем а так здесь такое непонятное каждый дневной вот этот мелкий барчик считать за уровень тоже как бы не очень правильно уровень стоит здесь тоже правильно в принципе друзья в принципе здесь будет здесь будет не неправильным зайти в рынок под причем стопик отодвинуть куда-то вот сюда да и тут завалиться в рынок я наверное все таки войду дам войду на покупку тем более моделька у нас отрабатывает 150 на 450 150 на 450 150 на 450 вот таким вот макаром потому что здесь есть куда лететь реально здесь есть и сразу же и проверим как работает наша модель на пробитие да работает она или не работает мы чуть-чуть откроем это на 15 минут нам графики дабы это было более лучше видно вот тем более пробойная свеча у нас сформировалась на 15 минутке то есть это хороший был импульс который открылся под уровнем пробил кинул хвост закрылся под уровень и следующая свеча у нас заходит тоже под уровень и здесь по идее мы должны заходить потому что уже да как раз три четыре новых старых пунктов старых старые новые эти пункты все время путаясь с ними ну короче вошли мы и ползем друзья потихонечку ползем так поехали по фунту фунт тоже подошел у нас к такому сильному уровню до таки подходе к у нас был и сейчас он идет на второй ретест так как глубокого отката у нас нету да вот то есть не пошел он от уровня к уровню а вернулся на ретест это говорит нам о том что у нас как мы и поставили вчера вечером значок вверх да на лонг то что у нас присутствует здесь покупатель причем бары такие хорошие на покупку у нас по 400 пунктов и это подтверждает нашу догадку да о том что присутствует покупатель 300 уровень цена прошла с легкостью закрепилась над уровнем да на продажу как мы видим у нас почти доджик почти доджик получился то есть показали что на продажу нету никого и цена с легкостью улетела вверх поджалась к уровню сейчас тестирует у нас уровень давайте поставим здесь поставим здесь алертик если цена у нас пропихнется через через уровень вот будем смотреть вот будем смотреть как себя она здесь ведет пока что тест не дали пойти да причем очень сильно не дали пойти вот и цена начинает ее подергиваться вниз да уходит у нас вниз потом опять подходит к уровню причем причем что здесь как два уровня да у нас здесь и уровень средины атера и уровень 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 исторический и цена как мы видим бьется и в него и в уровень средины атера причем что тут почти копейка в копейку что здесь у нас копейка в копейку да Вот смотрите, происходят ударчики Будем ждать Будем ждать, друзья Переключимся обратно на часик, дабы было видно лучше картину нам Так, евро-доллар Евро-доллар у нас пошел вверх, как мы и предполагали Закрылся он у нас под уровнем 111.61 И открывается И после небольшого откатка вниз Сейчас что-то голос просел После небольшого откатка вниз Подходит вверх И смотрите, как мы встали в этот уровень, уперлись И здесь в принципе тоже, друзья Если мы сейчас преодолеваем этот уровень Если мы преодолеваем этот уровень То дальше мы летим Как минимум к следующему 400 пунктов А как максимум Мы летим выше Потому что выше у меня даже уровня не проведено А лететь есть куда Поэтому Друзьяшки, мы заходим здесь тоже на бай Я думаю, что здесь будет у нас бай Причем Заходим где-то с такой же Где-то с такой же позиции Как мы видим Цену не выпускают за вот этот нижний канал Давайте на 15 минутку переключимся То есть сформировался у нас канал Мы кинули уровень Насколько ниже этого канала На 50 пунктов ниже этого канала Чтобы если цена Прокатится, да Немного ниже Сходят за стопами Чтобы Чтобы не забрали наш стоп Вот И будем ждать Будем ждать и смотреть Чтобы цена покатилась Себе вверх, друзья Ей, в принципе, здесь Сейчас ничего ей не должно мешать Ну, как бы Лимитный продавец Здесь, конечно, какой-то стоит Да, но покупатели Очень сильно хотят вверх Прям очень сильно Подошли к этому уровню Прям поджались Крепенько Знаете Это на что выглядит Такие Когда человек что-то хочет Подходит К этой вещи Такой И булочки сжал И так Блин, как я хочу И так булки сжал Знаете, крепко И стоит Терпит Но идет Идет в ту сторону Идет, да Вот На что это похоже, друзья Так Доллар-франк Тоже мы подошли Мы подошли К уровню Да Нежно Аккуратно Мы к нему подошли Тестируем Тестируем ЛП ЛП Немножко Отошли ЛП 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 В принципе, друзья В принципе Здесь уже можно Смело Нам заходить Тоже В рынок Причем с небольшим Стоп-лоссом Я бы его спрятал За Хай Сегодняшнего дня Вот Потому что Как мы видим Сила на продажу Сильнее Прижимает Прижимает Да Вот Я бы здесь зашел На продажу Потому что Здесь По-любому Мы сейчас Продадимся Вот Вот так вот Где-то Да Там Буквально Там 20 пунктов Выше Нашего Хая В принципе Друзья На сегодня Мы Исчерпали Все запасы Пока что Пока мы не возьмем Ни одного Тик профита У нас исчерпаны Все запасы Входа В рынок Больше мы Входить не можем Ну и в принципе И не нужно По Новозеландцу Тут была Непонятная Ситуация Да Сильный уровень Который не могли Пробить Пробили И сейчас Уже сильно Высоко От уровня С таким Стоп-лоссом Входить На продолжение Движения Тем более Достигли Грани АТР Не очень Не очень Хочется Друзья Вот А тем Временем Давайте Мы себе Передвинем Все Где мы Повходили На первые места Это Австралиец Доллар Это Евро Доллар И это Франк Доллар Доллар Франк И будем Следить Друзья За Развитием Событий Все Ставлю я На паузу Вот В принципе В 15 минут Уложились И это нормально Вот Забыл Кстати Напомнить О акции Которая Происходит У нас На канале Ну ничего Через раз Буду напоминать Чтобы вы не забывали Ставьте Ставьте лайки Подписывайтесь На наши соцсети На наши мессенджеры Друзья Подписывайтесь На канал Оставляйте комментарии Делитесь Этими видео С друзьями В своих соцсетях Может быть Вам это Не сильно интересно Да Но может быть Кому-то Из ваших друзей Это будет полезно Интересно Потому что Человек Давно Хотел Изменить Свою профессию Заниматься чем-то В онлайне А как мы видим На сегодняшний день Это актуально С этим всем Что происходит В мире Да Это актуальные Профессии Вот Так Что у нас тут По фунту По фунту У нас выдала Алертик Фунт Ага Фунт у нас Достиг уровня Идет на ретест Да По уровню Ну что ж Хорошо Только мы Больше входа Не имеем Пока что Снимем Чтобы Алерт Нам не Бомбахал Да Вот Ну красивыми Маленькими Барчиками Поджимает Под уровень Скорее всего Пройдет Пройдет Этот уровень Как мы видим Ну здесь вот тоже Да Маленькими Барчиками Поджимали Но Откололись Да Откатились От уровня Здесь сейчас тоже Поджимает Маленькими Барчиками Вот Но не факт Что пробьет Ложный Пробойчик Был Какой-то Стоит Сильный Сильный Продавец Ладно Друзья Пока что Ставлю на паузу Посмотрим Чем закончатся Наши входы Ну и Соответственно Соответственно Уже Включусь Когда будут Какие-то Результаты Итак Друзья Смотрите Что у нас Происходит Это просто Какой-то Ну Трэшом Назвать Это Это Ничего Не Не Сказать Нормально Пробиваем Уровень Да Нормально Начинает Цена Идти В нашу Сторону Причем Хорошенько Так вот Допустим По Устралийцу Проходит Уже 200 Пунктов Остается Там Еще Каких-то 100 Пунктов В нашу Сторону Для того Чтобы Перенести Наш Стоп Лосс Да И тут Короче Ни с того Ни с сего Цена Разворачивается И просто Камнем Летит В другую Сторону Просто Камнем Это 15-ти Минутные Бары Цена Валится До Следующего Уровня Смотрите Копейка В копейку Вот допустим По евро Доллару Удаляется В этот Уровень Да И обратно Убегает У нас Уже Ну то есть Вообще По евро Доллару Это вообще Просто трэш Какой-то 300 пунктов 300 пунктов В обратную Сторону Цена Улетает Это Какой-то Я не знаю Сильный Сильный Покупатель Поход За стопами И сейчас Цена Потом Дальше Полетит Вверх Будем Пробовать Делать Перезаход Да Но То же самое Вот у нас По франку Происходит Цена Пошла вниз Потом резко Полетела Вверх Но Но цена Ну по франку Получается Немножко Всегда идет Заторможенная Реакция Как мы знаем Да И Получается Следующая Картина Что Что франк Не так сильно Отреагировал Да На На вот это Резкое движение Как евро Доллар Вообще Там Да 300 пунктов Улетел Вниз Давайте Посмотрим Что у нас Тут франк Франк Да Он И не сразу Пошел Да И сейчас И не сразу Откатился Но тоже Откат был Около 100 пунктов Это просто Это я Я не знаю Друзья Что я могу Сказать По австралийцу Тоже По австралийцу Вообще Все красиво Было В нашу сторону 200 пунктов Мы шли Да Вот И тут На тебе Бух Просто Камнем Как Камень На дно Буду следить Буду смотреть Ну Скорее всего Что это Специальный Поход За стопами Для того Чтобы потом Цена Хорошо Смогла Улететь Вверх Да Вот Так что Друзья Буду следить Сейчас За происходящим И буду Пробовать Перезаходить От этого Уровня Опять На покупку Вот Со следующим Ретестом Тут Точно Так же По Австралийцу Посмотрим Сейчас Будет ли Импульс На продолжение Вниз Да Будут ли Давить Но тут Просто Этот Уровень Он Сильно Низко Ну Как бы Здесь Вот Есть Локальный Уровень Канала Вот Могут До него Додавить Хотя Для Такого Рынка Который Который Мы Сейчас Наблюдаем Волатильный Рынок Да Такой Сильно Волатильный Рынок То Для него Вообще Ни о чем Сходить Резко Вверх А потом Резко Вниз Как мы Видим Наша Модель На пробой Не Отрабатывает Себя Получаем Мы Стоп Лосс Хотя Модель Очень Красива Классически Как на рисунке Да Тоже Сформировалась Но Мы Видим Модель Разворотную Уже И она Уже Начинает Себя Отрабатывать Да Тоже Уже 200 Пунктов Вниз Проходит Но Здесь Если Да Если Брать Модель Разворотную От Этого 500 Круглого Уровня Да То Здесь Надо Было Входить Со Стоп Лоссом 250 Пунктов 250 На 650 Да На 750 На 750 Один К Трем То Цена Должна Улетать Аж Сюда Да Вот И Посмотрим Отработает Себя Эта Модель Или Не Отработает Сейчас На Нападение Да Вот Но Вообще Я не Могу Понять С чем Связано Такой 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 Резкий Разворот Вот Вроде Б Говорю Все Красиво Консолидация Под Уровнем Все Как По Классике Да Начинаем Пробивать Уровень Пробиваем Его Опять же Уходим Под Уровень Опять Пробиваем Уровень Все Начинает Цена Делает Перехай Даже Смотрите Перехай Пятничный Перехай Сегодняшний Да И все равно Отбивается И уходит К нижнему Уровню Один Пока что У нас Франк Борется С этим Да Не дает Уйти Ну У Франка Конечно Здесь У Франка Конечно Здесь Сильный Вот Верхний Канал Который Вот Целый День В этом Канале Он Гуляет Да Походу По Франку Стоит Какой-то Сильный Продавец Да Лимитный Который Не хочет Выпустить Цену За Вот Этот Уровень Да Как Как И на Токийской Сессии Так и На Лондонской Сессии Не Дают Выйти За Вот Этот Уровень Вот В начале Сессии Как мы Видим Было Ложный Пробой Но Цену Все равно Загнали Под Этот Уровень 96 100 Получается У нас Уровень У нас Стоп Лосс Стоит Выше Хая На 20 Пунктов В принципе Не должны Были Были Получить Стоп Лосс Да И не Выпускай Даже Вот Сейчас Если Посмотреть То Сейчас Даже На Этом Импульсе Обратном Цену Не Выпустили Выше 40 Пунктов От От Уровня То Да Какой-то Стоит Здесь Продавец Сильный Лимитный Продавец Который Не Разрешается Не Уйти Выше Уровня Вот Ну Пока Что Все Друзья Буду Следить Если Что Вот Такой Вот Понедельничек Получился У нас Адреналиновый Внутри Все Прям Кипит Внутри Все Кипит Потому Что Очень Хороший Очень Хороший У нас Подход К уровню Вот Допустим Да По евро Доллару Вот На Часовике Если Смотреть Очень Хороший У нас Подход К уровню Как По Классике Да Подошли Снизу Поджались Под уровень Какое-то Время Консолидация Начинаем Пробивать Уровень Переходим На На Ретесте Уровня Да Цена Начинает Ити В Нашу Сторону Перебивает Хай Получаем Перехай Да Вроде Все Красиво Все Хорошо Да И тут На тебе Клотс Резкий Такой Откат Как Камнем Вниз Падает Да Ну Насколько Я помню Александр Михайлович Все Время Говорил Что Вот Такие Вот Резкие Движения Импульсные Это делает Крупный Игрок Для того Чтобы Собрать Стоп Лоссы Да То есть Сейчас Он Соберет Стоп Лоссы И от Этого Уровня Опять Цена Должна Пойти У нас Вверх То есть В принципе Мы можем Опять Себе Вот Здесь Даже Поставить Отложенный Ордер Можем Даже Да Выше Уровня Поставить Лимитный Ордер На Покупку Уже С меньшим Стоп Лоссом Допустим За хаи Вот эти Попрятать Вот И попробовать Там 100 на 300 Да Войти В рынок Опять же Опять же После такого Сильного Похода За стопами Да Цена По пробитию Обратного Уровня Может улететь Очень сильно Да И можно Попробовать Взять Больше Движения Даже Можно Перенести Сначала В безубыток Потом Поставить Трейлинг Стоп Да И попытаться С ценой Долететь До Следующего Уровня Ну Будем Смотреть Друзья Будем Смотреть Это у нас Была Новость По Евро Мануфактур А Блин Все Понял Протыкал Я Новость Друзья Вот В чем Связано Блин Встал Еще Такой Да Увидел Я эту Новость Еще Я Даже Заходил Заходил Я Даже На Сайт МQL5 Посмотреть Новость По Европе Он У меня Вот Так Вот Заглючил Да Давайте Попробуем Найти Ай 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 Прям На Самой Новости Зашел Вот И Получил Стоп Лосс Да А цену Сейчас Вернут Обратно После Такого Резкого Падения Цена Обычно Возвращается В то же Самое Место Откуда Ее Сорвали Блин Ладно Сейчас Я посмотрю Что там С новостью И уже Вам Расскажу Вот Смотрите Друзья Получается Предыдущие Это Индекс Деловой Активности В Производственном Секторе Да Германии Вот Что у нас Получается У нас Предыдущий Был 34.5 Теперь Прогноз У нас Был 36.8 И Факт У нас 36.6 То есть Вышло Хуже Ну Прям Не Настолько Хуже Насколько Был Прогноз Да Всего Лишь Там На 0.2 На На 0.2 Вот Вот Но Лучше Чем Предыдущий Вот Поэтому Цена Да Получила У нас Импульс Вниз Но Возвращение Обратно Цены Просто Я думаю 100% Будет Возвращение И Даже Сейчас Вот Сейчас Вот Можно Пробовать Входить От Этого Уровня У нас Да Ну Здесь По Австралийцам Мы Конечно Хрен Войдем Хотя Вот Если Стопы Спрятать Сюда То Тут Тоже Можно Входить Дальше На Подъем А По Евро Доллару Я думаю Здесь Смело Можно Заходить Дальше На Покупку Дальше На Покупку И Да Вот Таким Вот Макаром Ставить Стоп Лосс И В принципе Это Все Движение Мы За Сегодня Должны Убир Забирать Смотрите Получается Если После Новости Импульс Не Смог Пробить Этот Уровень Да Четенько Тыкнулся В него И От него Развернулся И теперь Ползет Вверх То В принципе Не знаю Какой Должен быть Сейчас Фактор Для того Чтобы Цена Пробила Этот Уровень То есть Если Такой Тут Какой-то Стоит У нас Сильный Покупатель Лимитный Покупатель Который Не дал Ни на Цент Пройти Цене Ниже Чем Этот Уровень Друзья Поэтому Я с Такой Уверенностью Здесь Сейчас Вошел На Покупку Конечно Если Бо я Это Все Дело Сразу Блин Расчехлил Да То Было Бы Уже Еще Еще Ниже Бо мы Вошли Еще Бо с Меньшим Стоп Лоссом Да Надо Было Посмотреть Пойти Новость А Вот Вот Друзья Так Что Сейчас Мы Ползем Дальше Обратно Вверх Я Надеюсь Что В этот Раз Мы Уже Доползем И Следим За Австралийцем По Австралийцу Мы Выставим Алерт Выставим Алерт Чуть Ниже Уровня И как Цена Только Доползет У нас До Нашего Этого Уровня Будем Обратно Входить От Уровня Будем Обратно Входить В рынок Пока Что Все Друзья Пока Ставлю Ставлю На паузу В принципе Снимать Пока Нечего Франк Как мы Видим Адекватно Отреагировал Ложный Пробой Сейчас Вот Цена Вторым Баром 15 Минутным Смотрите Как Четко Уткнулась В уровень Выше этих Уровней Вот Смотрите Атр У нас Тоже Отыгрывал Хорошо То есть По Франку У нас Пока Что Картина Перспективная На продажу И что Мы Дойдем Как Минимум Нижнего Уровня Вот Друзья Ставлю На паузу Слежу Что У нас Происходит Дальше С нашими С нашими Торгами Итак Друзья Все Теперь У нас Ясно Понятно Как Это Говорится Да Ясно Понятно Потому Что Австралия Она же Входит В Евросоюз И она Не могла Не отреагировать Да Котировка По Австралии Не могла Не отреагировать На данную Новость Да Потому Мы вместе С евро Долларом Улетели Вниз Да Ну А сейчас Конечно Все Пошло В другую Сторону Опять Пробиваем Уровень Опять Идем Вверх Да Вот Франк Конечно У нас Отреагировал Отреагировал Меньше Да И слава Богу Что мы Не получили Три Стопа Да И сейчас Вроде бы Как Цена Идет В нашу Сторону В нашу Сторону Будем знать Что франк Реагирует Слабее На новости По Евросоюзу Если они Не касаются Франка Да Все Друзья Будем Следить По Евро И по Франку Мы уже В плюсе Причем По Франку В хорошем Плюсе Вот А по Австралийцу Подходим Будем подходить Сейчас Обратно К уровню И будем Перезаходить Да Ну Видите Австралиец Укатился Настолько Вниз Да На 500 Пунктов Только Потому что Не было Никаких Больше Сдерживающих Факторов Вот здесь Вот был Как мы Видим У нас Был Уровень Да Дно Канала Определенного Да Где у нас Австралиец Набирал Как бы Так сказать Свою Консолидацию Перед Пробитием Верхнего Уровня И Вот он Прямо Уткнулся В это Дно Этого Канала Как мы Видим Да Вот оно Было Сформировано Вот этим Баром Часовым Локальный Такой Сейчас Я поставлю Точно Дабы Было Видно Вот Видите Копейка В копейку Утыкается Сюда И Возвращается В принципе Вверх Будем От этого Уровня Опять На покупку Входить Пока что Здесь Входить Ну Не знаю Тоже Очень Сильно Большой Стоп Лосс Не Вошел Я Как по Евро Доллару Чуть Ниже Да Надо Было Входить Вот Где-то Вот Здесь Вот Хотя Бы И Уже Сейчас Были Бы В Плюсике Таком же Как по Евро Доллару Тем Не Менее Франк У нас Потихонечку Котится Вниз И Это Хорошо Ладно Ставлю На паузу Не Буду Затягивать Итак Друзья Ловим Мы Еще Один Стоп Лосс К Сожалению Да Ошибка Следующая Как я Думаю Из-за Того По Евро Доллару Да По Франку Мы Пока Что Мы Пока Что Ровненько Здесь Ударяемся В предыдущий Хай Да И Пока Что Отталкиваемся И Чуть Приспустились Да Пока До Не Знаю Не Знаю Почему Это Происходит Вроде Все Красиво Все По Классике Подошли К Уровню Прижались К Уровню Цена Сконсолидировалась Пробила И Все Вроде Должно Быть Хорошо И Красиво И Должны Мы Проходить Проходить В Правильную Нам Нужную Сторону Без Проблем Да Но Опять же Как Мы Видим Рынок У Нас Очень Волатильный Смотрите Хвосты Какие По 200 Пунктов Цена Кидает И Потом С этого Места По 300 Идет Вниз И Даже Если Посмотреть С переходом На сегодняшний День И по 500 Но Стоп Лоссов У нас Таких Нет По 200 Пунктов Чтобы Такой Стоп Лосс Отыграть Пересидеть Скажем Так Вот И Что Мы Видим Здесь Давайте На 15 Минуточку Я Переключу Чтобы Было Более Подробно Видно Да Ошибку Я Конечно Допустил Тут Я Ничего Не Могу Сказать Ошибку Я Конечно Допустил То Что Я Зашел То Что Я Зашел В Средине Канала Это Конечно Грубейшая Ошибка В Средине Канала Входить Нельзя Потому Что Цена Может Пойти Как Вверх Так И Вниз Она Так Сейчас Вот Уже От ЛП Спустилась Вон Уже Насколько На 300 Пунктов Вниз Она Пошла Была Да Вот По правильному Нам надо было Заходить От Этого Уровня Да То есть От Этого Уровня Вот Как Сейчас Цена Вот Да Допустим И Сюда На Продолжение Движения То есть Это Был бы У нас Откатик Да До Этого Уровня И Дальше Цена На Продолжение На Покупку Открывается Нью-Йоркская Сессия Сейчас Посмотрим Первый Первый Час Нью-Йоркской Сессии Что нам Покажет Куда Он Будет Толкать Цену Пока Что На Часовике Формируется Что-то Такое Как Ложные Пробои Да То есть Как Моделька Ложного Пробоя Вот Если Сейчас Пробьем Этот Уровень То Я Буду Заходить На С 100 Пунктовым Стоп Лоссом В принципе Цена Опять Разворачивается Опять Идет В нашу Сторону Тем более Что Падение У нас Было Больше Одного Атара Часовым Баром И это Как бы Очень Похоже На На Нашу Модель Ложного Пробоя Да То есть Ложный Пробой От этого Уровня Вот В принципе Сейчас Мы Перейдем На 15 Минуточку Дабы Было Более Хорошо Видно Следить Пока Что Мы Четко Ударяемся А Нет Еще Даже Не Дошли До Уровня Это У нас Уровень Средины Атара Мы Пока Что В него Бьемся Вот И Дальше Не Подымаемся Франк Как Мы Видим Потихонечку Тоже Образует У нас Ложный Пробой Только В обратную Сторону Да И Вероятность Того Что Мы Сейчас Пойдем Обратно Вниз Тоже Велика То есть Это Могут Быть Походы За Стоп Лосами Для Того Чтобы Цена Потом Лучше Пошла В ту Сторону В какую Надо То есть Да Здесь Пооткрывались Здесь Пооткрывались У нас Получается Какие-то Лимитные Ордера Сейчас Пошли Собрали Стопы И Цена Пойдет Нормально Вниз Так что Будем Смотреть Будем Наблюдать Так Срединку АТАРа Пробивает Цена Друзья Я ставлю На паузу Если Буду Еще Какие-то Действия Совершать Да То Буду Включаться Буду Вам Показывать Пока Что Пока Что Ну И у нас На сегодня Остался Один Единственный Вход В рынок Да Один Единственный Вход У нас 3% Максимально Мы на день Можем Терять Один Единственный Вход В рынок У нас Остался Это И тогда Мы 3% 970 У нас Получается 970 Долларов Это 3% Будет От Нашего Счета Это Я конечно Без Учета Без Учета Заработанных Денег Которые Там у Нас Было Не помню Сколько 1020 То есть Грубо говоря Если то Учитывать То мы Уже Не должны Больше Входить В рынок Франк Должны Пересидеть Посмотреть Что будет И на этом На сегодня Все у нас Должно Быть У нас Был Стоп Лосс По Австралийцу 2 стоп Лосса По Евро И все Свыше 100 Пунктов То есть Мы Уже Потеряли Мы Уже Потеряли Больше 3% От нашего Депозита Если еще И по Франку У нас Будет Стоп Лосс То Тогда Это Будет 4% От нашего Депозита Поэтому Я даже Не знаю Буду ли Входить В Евро Доллар Поэтому Пока Что Ставлю На Паузу Пока Что Ставлю На Паузу И Буду Следить За Евро Долларом Если Будет Пробой Уровня Что Что И Происходит Сейчас Да То Буду Входить Наверное На Ложный Пробой Потому Что На Часовичке У нас Формируется Ложный Пробой Да Причем Причем С маленькими Красивенькими Ушками Тут Небольшими 20 20 Пунктов Всего Лишь Навсего Ну Вот Сейчас Поджимаемся Мы К Уровню Поджимаемся К Уровню Аккуратно Мы Здесь Должны Плюс Минус 3 Пункта Войти В цену Да 3-4 Пункта Войти То Ждем Пока Войдем И Тогда Уже Будем Заходить Потому Что Цена Может Просто Удариться Сейчас И Развернуться В другую Сторону Да Если Не Будет Пробоя Уровня Но Опять же Модель Ложного Пробоя У нас Рисуется Это Новостной Бар Новостной Бар Да Он Вернулся Обратно Закрылся Над Этим Верхним Уровнем Вот Опять же Своё Место Были Уже 100 150 Пунктов Плюсе И Все равно Цена Провалилась Вниз Пережали Обратно В принципе Все Что Продалось Потом Выкупилось И Все Что Выкупилось Потом Продалось Еще С Большей Интенсивностью Скажем Так Поэтому Может Быть Это И Перелом Тренда У нас Восходящего Друзья Сегодня Может Случиться Вот Что Я вам Скажу Могут Могут И не Пустить Выше Евро Доллар То есть У нас Несколько Дней Уже Идет Восходящий Тренд Вот Причем Что Раз Два Три Четыре Четыре Дня Цена Росла 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 Сегодня Могут Сделать Переломный День Тем более Что Начало Месяца Но Хай По крайней Мере Мы Сегодня Обновили Да То есть Покупательская Способность У нас Сегодня Была Сейчас посмотрим Короче Что у нас Образуется Здесь Пока что Пробоя уровня Не было Наложный Пробой Только Только Получается Дотронули До Нашего Уровня И все Короче Стоим Смотрим Пока что В рынок Нечего Лезть Это Уже Начинаю Я Тильтовать На Нервной Почве Начинается Тильтование Заходить Уже Заходить Это Получается Какой-то Скажите Мне Скажу Какой-то Мартингейл Получается Мы Получаем Убыток А я все Равно Вхожу Мы получаем Убыток А я все Равно Вхожу Причем В противоположную Сторону Ладно Ждем Смотрим Смотрим В принципе В принципе Мы сейчас Находимся На серединке Атара И отсюда Цена Может еще И на 200 Пунктов Двигаться Вниз Поэтому Все Может быть Все Может быть Но не Хотелось Бы Конечно Потому что Франк Тоже Как мы Видим Релевантно Евро Доллару Он двигается В ту же Сторону Еще По франку Сейчас Стоп Лосс Получить И все И можно Закрывать На сегодня Терминал И это Будет Окончание Нашей Торговли На сегодня Причем С таким Немаленьким Убытком Около Около 4,5% За день Ладно Друзья Смотрим Следим Самое Обидное Самое Обидное Потом Может произойти То что Потом Все таки Цена Пойдет В нашу Сторону Да То есть Она Себе Сейчас Здесь Поконсолидируется Что-то Погуляет Ходит Побродит Сейчас У нас Обед Сейчас У нас Открылась Нью-Йоркская Сессия И возьмут И потом И вдарят До самого Низа До следующего Нижнего уровня Какого-то Продавлят И все И ты такой Сидишь Наловился Стопов И думаешь Блин Блин Вот Пока что Цену давят Мы видим Давят Да Вот Импульсы Какие-то Пошли Пока что Цена Бьется Вот Смотрите Сколько Цена Здесь Билось Уже Этот Уровень Преодолели Не знаю Преодолеют Ли этот Уровень Пока что Цена Копейку В копейку Ударилась У нас В этот Уровень Вот Но Тенденция Лонговая Идет Не очень Хорошая Против нас Сейчас Развернулся Рынок И Продолжает Давить Гад Паразит Ладно Друзья Ставлю Пока На паузу Включусь Когда что-то Будет Интересное Итак Друзья И по Франку Мы получаем Стоп Поэтому На сегодня Я считаю По риск Менеджменту Мы должны Закончить Нашу Работу Поэтому Друзья Всем Спасибо Денек Выделся Сегодня Сложный Понедельник Трудный День Как говорится Вот Четыре Стопа У нас Раз Два Три Четыре Ничего С этим К сожалению Не поделаешь А вроде Бы А вроде Бы Рынок Двигался В нашу Сторон Но Волатильность Большая Какие-то Допущенные Ошибки Сейчас Буду Сидеть Анализировать Разбираться Вам Всем Спасибо За Внимание Всем До Завтра Всем Больших Тейк Профитов И Маленьких Стопов Удачи Друзья Друзья Удачи